здравствуйте коллеги у нас остается до начала эфира две минуты но я не буду ждать уже поскольку остальные присоединятся чтобы начнем чтобы у нас хватило времени итак я сегодня знакомлю вас вимельбухами ну такое загадочное слово я надеюсь что многие из вас знают что это такое но если кто не знает я сейчас покажу вам что такое вимельбух видите это очень очень большая книга с очень очень маленькими картинками и поэтому чтобы каждый раз не мучиться с этими картинками я сделала презентацию в этот раз вот посмотрите здесь вот у нас в этой книге сейчас покажу потому что на презентации этого не видно это лупа которую может достать каждый и она потребуется достаточно тут тянуть вот эту штучку открытие и значит сейчас я покажу как это делается вот открывается у меня не получается вот и достается это лупа у меня можете вот так вот достать у меня сейчас неудобно естественно вот она это лупа из этой лупы вы можете увидеть многие картинки сейчас я вам покажу гораздо лучше вот видите значит она понадобится но вообще дети помимо всего прочего любят конечно играть в лупы вот я сейчас ее уберу и перейду к презентации вот у нас тем более и подошло время как раз мы должны стартовать наш вебинар и так ознакомьтесь вимельбухи вимельбухи как вы видели это вот такие большие книжечки у меня почему-то я не вижу стрелочек нет у меня стрелочек по которыми по которым бы я могла переводить мне помогает наш коллега достан я надеюсь что достан услышит мой зов о помощи и покажет мне где же у нас стрелки куда они девались или хотя бы поможет мне переводить а вот вот нашлись стрелки значит здесь поясняется что такое вимельбухи печатаются они вот с 2000 года появились они в германии источником этих вимельбухов стало наше увлечение живописью и если вы вспомните картины брейгеля в данном случае эта картина детские игры это ироним боскс от радости земных здесь тоже можно очень много разглядывать и увлечение их увлечение нашей живописью именно 16 века именно брейгеля и боскс оно привело к появлению вимельбухов и так сейчас опять куда-то пропала моя это самое мои мои путеводители которые помогают менять так достан помогите еще разочек где у меня эти полоски которые помогают переводить одной а вот опять появилась это я вам показываю просто страничке к иллюстрации к разным самым вимельбухом потому что то что я вам показала это только один из немногих современных изданий одно из немногих современных изданий их сейчас гораздо больше ими очень увлекаются но интересно что мы не очень так мы не очень умеем вот тоже здесь показаны различные самые издания но я вам расскажу только о двух книгах сейчас как раз тех книгах которые на производит мозаика синтез не знаю как у вас сталкивались ли вы с этими книгами но вот у меня дети их затерли до дыр это книга пираты и книга египет и мы понимаем что вимельбух эта книга игра в которую играть можно очень долго но они очень часто не родители которые потратили деньги а стоят эти книги недешево дороже чем остальные не часто не воспитатели не не понимают как в них играть а то есть потому что эти книги требуют достаточно долгого сосредоточенного внимания и получается что деньги потрачены книги лежат ребенок 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 один особенно маленький ребенок а предназначены эти книги детям от 5 до 9 лет они не понимают как с этими книгами обращаться и так вот я вам показываю один из разворотов этой книги да значит книга пираты она посвящена истории пиратства тема которую которую который очень увлекает и мальчиков и девочек с юных лет во всяком случае может быть не с пяти лет а некоторые из пяти лет уже хорошо знают что кто такие пираты посмотрев ряд мультфильмов которые у нас посвящены пиратство все основные крупные имена известных пиратов размещены в этой книге на развороте как вы видите на развороте здесь даны не только имена пиратов не только биографии вот видите ее в кружок специально поместила не только картинка где вы можете посмотреть как устроено судно видите здесь палубы обозначены на каждой палубе каждый персонаж выполняет свою роль а чтобы вы получше познакомились с этими персонажами какую именно роль они играют у вас здесь еще одна справочка где рассказано кого из персонажей вам надо найти на этой картинке и в этом вам обязательно поможет наша лупа которую я вам показывала и показывала то место откуда из книги можно эту лупу извлечь у меня здесь все время пишет то не стабильное подключение то стабильное все ли меня видят и слышат скажите пожалуйста и бы вернее поставьте плюсик пожалуйста если меня хорошо видно и слышно конечно я вам не могла оба переснять все картинки которые существуют в этой книге но я вам пока покажу лишь несколько вот следующая картинка значит и эта картинка посвящена уже не просто да она посвящена еще одному пирату вот значит и здесь тоже видите происходят очень разные вещи пиратское судно значит берет на абордаж другое судно и здесь тоже у нас с вами есть биография этого капитана и подсказки значит не очень четко здесь видно и подсказки о том кого нам нужно на этой страничке найти значит не вижу сейчас посмотрю а то я вам задала вопрос а вот спасибо вы мне ответили замечательно поэтому это можно рассматривать очень долго более того можно не только рассматривать как вы видите для 5 5 9 значит для ребенка пяти лет шести лет это достаточно мелкий шрифт это говорит о том что эту книгу полезно рассматривать со взрослым с родителями чаще всего потому что вряд ли в группе найдется много времени воспитателя для того чтобы это детально рассмотреть и за одну книгу много детей не посадишь и лупа опять же у всех только одна но тем не менее значит считается что это делается вместе со взрослым если мы это делаем вместе со взрослым то взрослому предоставляется много возможностей ну во первых устроить соревнования кто скорее найдет какую фигурку да при этом здесь даны пояснения о том что каждая из фигурок обозначает да ну вот тут я и без лупы могу видите здесь флаг и вот этот флаг мы видим да но можно устроить и дети любят чуть чуть постарше дети сочинять какие-то истории можно придумать какую-то историю можно придумывать историю вместе с ребенком именно и про этого уильям и кида можно и не про уильям и кида про любого персонажа который здесь находится следующая картинка тоже из этой книги сейчас мы ее с вами увидим потому что это уже мне не удалось эту книгу очень сложно фотографировать я пыталась ну вот видите у меня как получилось не очень удачно но все равно каждый из вас видит что это поиск охотники за сокровищами то есть охотники за сокровищами особенно за пиратскими видите их миллион здесь и даже целое судно охотников за сокровищами поэтому дети любят очень охотиться за сокровищами и думаю что эта страничка этот разворот детям были бы особенно интересны и в конце книги что очень интересно есть своего рода сейчас вот наладится значит список этих всех капитанов судна которых изображены вот в этой книге на разворотах да и данных вот все видите этих красавцев и даже двух женщин которые тоже были известными капитаншами вот думаю что они не все поскольку государства воевали с помощью пиратов это широко известный факт и как только какому-то государству становилось невыгодно пиратство то она быстро исчезала государство находили на них управу вот но тем не менее значит об этом как бы мы уже узнаем гораздо в более позднем возрасте поэтому у вас есть такая интересная подсказочка такой справочник то есть книга не только игрушка но книга еще энциклопедия то что дети любят сейчас особенно галереи разбойников да и следующая страничка в этой энциклопедии это задание то есть мы с вами искали на каждой странице персонажей которые нам поручали найти а здесь у нас целый разворот заданий и нам нужно найти эти картинки уже по всей книге и это достаточно сложное название и дети часто и особенно если вы видите что они потеряли интерес то лучше прекратить потому что главное чтобы все делалось с интересом и детям конечно нужна как она будет помощь у кого-то из детей хорошо уже развита зрительная память у кого-то неплохо но эта картинка она вам подскажет это задание вам подскажет насколько у ребенка развита зрительная память потому что у тех у кого она развита они быстро находят эти персонажи особенно или вот эти детали мелкие изображения особенно если вы внимательно с ними изучили книгу они их легко найдут далее следующее то что есть в этой книге это ответы подсказки то есть где вы можете найти видите они выделены цветом где вы можете найти то что задано было найти на страничке на каждой страничке вы помните я вам показывала есть задание кого нужно найти и вот сзади вы можете сверить все ли вы правильно нашли за это могут быть установлены призы значит кто из вас выиграл значит можно установить еще какое-нибудь задание то есть вы можете сами придумать часть заданий во всяком случае как вы видите книга может занять ваше внимание надолго что еще очень удобно я мне тоже не удалось почему-то вчера плохо работала связь очень плохо работала связь мне не удалось себе переслать я сфотографировала вот толковый словарик в книге есть но есть еще и язык пиратский то есть который советуют детям выучить есть еще некоторые подсказки которые есть еще в этой книге но мне удалось только вот толковый словарик вам значит изобразить так чего-то на меня обратно и вторая книга значит которую я вам показала это я вам так подробно пиратов изобразила но не менее информативная книга про Египет значит опять вот я здесь тоже у меня была картинка это судно Клеопатры то есть те суда которые были в древнем Египте и здесь как вы видите есть тоже исправка о Клеопатре и те элементы которые вам нужно будет найти на этой странице и такая страница посвящена не только что называется морскому делу есть страницы в книге которые посвящены и быту древних египтян и тому как работали их ремесленники и тому как строились пирамиды но что мне очень нравится это еще вот такой справочник то есть иероглифы и это тоже может быть целым занятием для детей во-первых вы можете если дети повзрослее научиться с ними порисовать эти иероглифы то есть попытаться составить какое-то послание самим понятно что это игра и что наверное древний египтянин по-другому древний писец по-другому написал это послание но тем не менее дети любят разные шифры и чем вам не игра в шифры и в тайные послания можно предложить ребенку самому придумать какие-то значки как бы вы изобразили сегодня какие-то вещи да вы можете поискать эти значки по книге как уже говорилось то есть во всяком случае вы можете заняться еще очень многими другими делами которые можете придумать сами итак вот две книги вимельбухи два вимельбуха которые мне кажется если они есть уже в вашей библиотеке и вы недостаточно использовали их потенциал вы можете этот потенциал использовать по-другому если же вы еще не имеете их то вы можете их найти и купить или можете заказать у нас есть скидка 25 процентов для тех кто участвует в этих исследованиях и кто участвует в этом вебинаре и вы можете еще успеть купить эти книги но во всяком случае я желаю вам хорошей игры и хорошего просмотра для тех кого это заинтересовало удачи спасибо большое за интерес и до новых встреч до новых встреч субтитров до новых встреч event